101. Дзенская история Книга 101. Дзенская история впервые была опубликована в 1939 году издательствами Rider & Company London и Дэвид МакКей и компания Philadelphia. Эти истории излагают знания и опыт китайских и японских учителей дзен, охватывая период более чем в 5 веков. Эти истории были переведены на английский язык из книги под названием «Собрание камней и песка», написанной поздно в XIII веке японским учителем дзен Мудзю, что означает «не житель», а также из сборников историй дзенских монахов, взятых из различных книг, выпущенных в Японии в настоящем столетии. Дзен можно назвать внутренним искусством и дизайном жителей Востока. Корни его были заложены в Китае под Хитхармой, который пришел в Китай из Индии в VI веке. Впоследствии в XII столетии учение дзен проникло и в Японию. Дзен описывали так Особое учение бессвященных текстов вне слов и букв, которое учит о сущности человеческого разума, проникая прямо в его природу и ведет к просветлению. В Китае учение дзен известно под названием Чань. Учителя Чань дзен вместо того, чтобы быть последователями Будды, стремились быть его друзьями и достичь таких же взаимоотношений с универсумом, как Будда или Иисус. Дзен – это не секта, а опыт. Дзенский обучий самопознания через медитацию для реализации настоящей природы человека с его пренебрежением к формализму, с его требованием самодисциплины и простоты жизни, в конечном счете завоевал поддержку знати и правящих кругов Японии и глубокое уважение всех слоев философской жизни Востока. Дух дзен стал означать не только понимание мира, но и преданность искусству и работе, богатство содержания, открытость интуиции, выражение врожденной красоты, неуловимое очарование несовершенства. Дзен имеет много значений, но ни одно из них не определено полностью. Если бы они были определены, это не было бы дзен. Дзен. Дзен, облачение которого – тысячи храмов в Китае и Японии, священники и монахи. Изучать дзен, этот расцвет человеческой природы, нелегко в любом возрасте и для любой цивилизации. Многие учителя, настоящие и ложные, задавались с целью помочь другим в постижении дзен. Истинность этих историй является одним из бесчисленных и подлинных событий дзен. Может быть, читатель будет осуществлять дзен в своей жизни сегодня. Чашка чая Нан Ин, японский учитель дзен, живший в Эру Мэйди, 1868-1912 годы, принимал у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое дзен. Нан Ин пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал есть дальше. Профессор следил за тем, как переполняется чашка и, наконец, не выдержал. Она же переполнена, больше уже не войдет. Так же, как эта чашка, сказал Нан Ин, вы полны ваших собственных мнений и размышлений. Как же я смогу показать вам дзен, если вы сначала не опустошили вашу чашу? Находка бриллианта на грязной дороге Гуду был учителем императора своего времени. Несмотря на это, он часто путешествовал один, под видом странствующего нищего. Однажды, когда он шел в Эда, культурный и политический центр Сигуната, он подошел к маленькой деревенке под названием Токинака. Вечерело, шел сильный дождь. Гуду совершенно промок, его соломенные сандалии развалились. В окне дома неподалеку он заметил 4 или 5 пар сандалий и решил купить сухую пару. Женщина, которая вынесла ему сандалии, увидев, что он совсем промок, пригласила его переночевать в доме. Гуду принял приглашение и поблагодарил ее. Он вошел и прочитал сутру перед семейной святыней. Затем представился матери женщины и ее детям. Увидев, что вся семья находится в подавленном состоянии, Гуду спросил, что случилось. «Мой муж игрок и пьяница», — сказала хозяйка. «Стоит ему добраться до вина, как он напивается и скандалит. Когда он проигрывает, он занимает деньги. Иногда, когда он совершенно пьян, он и вовсе не приходит домой. Что я могу поделать?» «Я хочу помочь тебе», — сказал Гуду. «Вот тебе немного денег. Купи мне бутыль хорошего вина и чего-нибудь поесть получше». «После этого можешь уйти. Я буду заниматься медитацией перед святыней». Когда муж вернулся домой около полуночи, совершенно пьяный, он заорал. «Эй, жена, я дома. Есть что-нибудь пожевать?» «У меня», — сказал Гуду. «В дороге меня захватил дождь, а твоя жена была так добра, что предложила мне переночевать здесь. Чтобы как-то отплатить за это, я купил вина и рыбы. Так что можешь взять их». Муж был в восторге. Он сразу выпил все вино и улегся на пол. Гуду сел возле него в медитации. Утром, когда мужчина проснулся, он забыл все, что случилось ночью. «Кто ты?» «Откуда ты?» — спросил он Гуду, который все еще сидел в медитации. «Я Гуду из Киота. Иду в Эда», — ответил дзенский учитель. «Человеку стало очень стыдно. Он стал бурно извиняться перед учителем самого императора. Гуду улыбнулся. «Все в твоей жизни изменчиво», — сказал он. «Жизнь коротка. Если ты проведешь ее в игре и пьянстве, ты не успеешь ничего достичь, и твоя семья из-за этого тоже пострадает». Сознание мужа как будто пробудилось ото сна. «Ты прав», — признал он. «Смогу ли отплатить тебе хоть когда-нибудь за это удивительное учение? Позволь мне проводить тебя и хоть немного понести твои вещи». «Если хочешь», — согласился Гуду. Двое отправились в путь. После того, как они прошли три мили, Гуду предложил ему вернуться. «Позволь мне пройти еще пять миль», — стал просить Гуду человек. Они продолжили путь. «Ты можешь вернуться сейчас», — сказал Гуду. «Еще десять миль», — ответил человек. «Возвращайся сейчас», — сказал Гуду, когда и десять миль были пройдены. «Я буду идти за тобой всю жизнь», — ответил человек. Современные учителя Японии взяли эту историю из жизни знаменитого учителя Дзен, последователя Гуду. Его имя — Мунан, человек, который никогда не вернулся. Так ли это? Дзенский учитель Хакуин слыл среди соседей человеком, живущим беспорочной жизнью. Рядом с ним жила красивая девушка, родители которой владели продуктовой лавкой. Внесав на родителей, обнаружили, что у нее должен появиться ребенок. Они были в ярости. Девушка отказалась назвать отца ребенка, но после долгих настояний назвала Хакуина. В большом гневе родители пришли к учителю. Так ли это? Вот было все, что он сказал. После того, как ребенок родился, его принесли к Хакуину. К этому времени он потерял всякое уважение окружающих, что совсем не волновало его. Он окружил ребенка заботой и теплом, брал у соседей молоко для ребенка и все, в чем тот нуждался. Через год девушка-мать все же не выдержала и сказала родителям правду, что отцом ребенка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Отец и мать девушки сразу пошли к Хакуину, просили у него прощения, долго извинялись перед ним и просили вернуть ребенка. Хакуин охотно просил их. Отдавая ребенка, он сказал лишь, так ли это? Беседы дзенского учителя Банкея привлекали не только дзенских учеников, но и людей разных сект и рангов. Он никогда не цитировал сутры и не увлекался схоластическими рассуждениями. Его слова шли от его сердца прямо к сердцам слушателей. Его большая аудитория вызвала недовольство священника секты Ничирен, так как последователи секты покидали его, чтобы слушать о дзен. Эгоцентричный, нечиренский священник пришел в храм, намереваясь поспорить с Банкеем. Эй, дзенский учитель, позвал он, подожди минутку. Всякий, кто уважает тебя, будет повиноваться твоим словам, но я не уважаю тебя. Можешь ли ты заставить меня повиноваться? Подойди ко мне, и я покажу тебе, сказал Банкей. Священник стал величественно прокладывать себе дорогу через толпу к учителю. Банкей улыбнулся. Стань слева от меня, священник повиновался. Нет, сказал Банкей, нам будет удобнее разговаривать, если ты станешь справа от меня. Перейди сюда. Священник с достоинством перешел направо. Видишь, сказал Банкей, ты повинуешься мне, и мне кажется, что ты человек тонкий и мягкий. А теперь садись и слушай. Если ты любишь, то люби открыто. 20 монахов и одна монахиня по имени Исюн занимались медитацией у некоего дзенского учителя. Исюн была очень миловидной, несмотря на то, что голова ее была острижена, а одежда очень скромна. Несколько монахов тайно влюбились в нее. Один из них написал ей любовное послание, настойчиво требуя встречи наедине. Исюн не ответила. На следующий день учитель проводил занятия с группой, и когда они были окончены, Исюн встала, обращаясь к тому, кто написал ей. Она сказала, если ты действительно любишь меня, подойди и обними меня. Нелюбовь, доброта. Жила в Китае одна женщина, которая свыше 20 лет помогала одному монаху. Она построила ему небольшую хижину и кормила его, тогда как он занимался медитацией. Наконец ей захотелось узнать, насколько он продвинулся за это время. Чтобы определить это, она заручилась помощью одной очень чувственной девушки. Подойди и обними его, сказала женщина, а потом внезапно спроси его, что теперь. Девушка пригласила монаха к себе и без долгих церемоний спросила его, как он намерен поступить. Старое дерево зимой растет на холодной скале, ответил монах поэтически. Там нет ни капли тепла. Девушка вернулась и передала женщине слова монаха. «И подумать только, что я кормила этого человека 20 лет», в гневе воскликнула старуха. «Он без внимания отнесся к твоим желаниям, не высказал понимания твоего состояния. Никто не заставлял его ответить на твою страсть, но он должен был, по крайней мере, проявить сострадание». Она тотчас же пошла к хижине монаха и сожгла ее. Сообщение Танзан написал 60 почтовых карточек в последний день своей жизни и попросил отправить их. Вслед за тем он умер. На карточках было написано «Я покидаю этот мир. Это мое последнее сообщение». Танзан Июль, 27 число, 1892 год. Огромные волны На заре эры Мэйди жил хорошо известный борец по имени О'Нами «Громадные волны». О'Нами был чрезвычайно силен и хорошо знал искусство борьбы. В схватках наедине он побеждал даже своего учителя. Однако при публике он так терялся, что даже его собственные ученики могли побороть его. О'Нами чувствовал, что ему надо обратиться за помощью к дзенскому учителю. Как раз в маленьком храме по соседству остановился странствующий дзенский учитель Хакудзи. Так что О'Нами пошел к нему и рассказал о своем несчастье. «Твое имя – огромные волны», сказал ему учитель. «Останься на ночь в этом храме. Представь себе, что ты и есть эти огромные волны. Ты больше не борец, который боится. Ты – эти огромные волны, сносящие и поглощающие все на своем пути». «Сделай это, и ты будешь величайшим борцом на земле», – учитель ушел. О'Нами сел в медитации, пытаясь вообразить себя волнами. Он думал о самых разных, совершенно посторонних вещах, но постепенно все больше и больше стал чувствовать себя волнами. Ночь шла, а волны становились все больше и больше. Они поглотили все цветы в вазах, даже Будда на святыне был затоплен. Перед рассветом в храме не было ничего, кроме отлива и прилива огромного моря. Утром учитель нашел О'Нами в медитации. На лице его блуждала слабая улыбка. Он похлопал борца по плечу. «Теперь ничто не сможет сбить тебя с пути», – сказал он. «Ты – эти волны, ты сметешь все перед собою». В тот же день О'Нами выступил в соревнованиях и победил. После этого ни один человек в Японии не мог побороть его. Нельзя украсть луну Рюнан, дзенский мастер, жил самой простой жизнью в маленькой хижине у подножия горы. Однажды вечером в хижину забрался вор и обнаружил, что там нечего украсть. Вернувшись, Рюнан застал у себя вора. «Ты прошел долгий путь, чтобы навестить меня», – сказал он бродяги. «И ты не должен вернуться с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду». Вор был ошарашен. Он взял одежду и тихонько ушел. Рюнан сидел ногой, любоясь луной. «Бедный парень», – задумчиво сказал он. «Мне бы так хотелось подарить ему эту прекрасную луну». Последняя поэма Хо Сина Дзенский учитель Хо Син много лет жил в Китае, а потом вернулся на северо-восток Японии, где воспитывал учеников. Когда он стал совсем старым, он рассказал ученикам историю, услышанную им в Китае. Вот эта история. Однажды, 25 декабря какого-то года, Токуфу, который был очень стар, сказал своим ученикам. «Я не доживу до будущего года, так что в этом году вы должны хорошо угощать меня». Ученики подумали, что он шутит, но поскольку он был великодушным учителем, во все последующие дни уходящего года каждый из них устраивал ему праздник. Накануне Нового года Токуфу подвел итоги. «Вы были добры ко мне. Я покину вас завтра в полночь, когда закончится снегопад». Ученики засмеялись, решив, что от старости он несет чепуху, так как ночь была ясная и бесснежная. Но в полночь начал падать снег, и на следующий день они не нашли своего учителя. Они пошли в зал медитации. Здесь он и скончался. Рассказав эту историю, Хо Син сказал ученикам, дзенскому учителю не обязательно предсказывать свой уход, но если он захочет, то он сможет сделать это. «А вы можете?» – спросил кто-то. «Да», – сказал Хо Син. «Я покажу вам, что я могу делать, через семь дней, считая от сегодняшнего». Никто из учеников не поверил ему, и большинство просто забыло этот разговор, когда Хо Син вновь собрал их вместе. «Семь дней назад, – сказал он, – я сказал, что собираюсь покинуть вас. Существует обычай, по которому я должен написать прощальную поэму, но я не поэт и не каллиграф. Пусть кто-нибудь из вас запишет мои последние слова». Ученики думали, что он шутит, но один из них начал писать. «Готовы ли вы?» – спросил Хо Син. «Да», – ответил записывающий. Тогда Хо Син продиктовал. «Я пришел из великолепия и возвращаюсь в великолепие. Что это?» Поэма была на одну строчку, короче положенной по обычаю. Поэтому ученик сказал, «Учитель, мы не дописали еще одну строчку». Хо Син с рычанием победившего льва вскричал «Каааа!» и покинул этот мир. История Сюнкай. Прелестную Сюнкай, другое имя которой было Судзу, против ее воли выдали замуж, когда она была еще совсем юной. Позже, когда брак закончился, она стала посещать университет, где изучала философию. Увидеть Сюнкай означало влюбиться в нее. Более того, где бы она ни находилась, она влюблялась в других. Любовь была с нею в университете. И позже, когда неудовлетворенная философией она стала посещать храм, чтобы изучить дзен, дзенские студенты влюблялись в нее. Вся жизнь Сюнкай была наполнена любовью. Наконец, в Киото она стала настоящей дзенской студенткой. Ее братья по малому храму Кенина восхваляли ее искренность. Один из них оказался близок ей по духу и помогал ей во владении дзен. Аббат Кенина, Мокугай, молчащий гром, был очень суров. Он сам выполнял заповеди и ожидал того же от своих священников. В современной Японии священникам разрешается иметь жен, и поэтому они служат буддизму не с таким рвением, как раньше. Мокугай изгонял и преследовал женщин, если находил их в каком-либо из храмов. Но чем больше женщин он изгонял, тем больше, казалось, их возвращалось. Жена главного священника этого храма стала завидовать красоте и искренности Сюнкай. Похвалы, которыми студенты осыпали серьезно Сюнкай, ее отношения к Зен заставили жену священника корчиться от злости. Наконец, она стала распространять дурные слухи у Сюнкай и ее други. Из-за этих слухов юношу изгнали, а Сюнкай удалили из храма. Может быть, из-за любви я поступаю неправильно, подумала Сюнкай, но жена священника тоже не должна оставаться в храме, если с моим другом поступили так несправедливо. Той же ночью Сюнкай облила керосином 500-летний храм и сожгла его дотла. Утром ее схватила полиция. Молодой адвокат заинтересовался ею и пытался смокчить приговор. «Не помогайте мне», сказала она ему. «Я могу решиться еще на что-нибудь, что снова приведет меня в тюрьму». Наконец, семилетний срок истек, и Сюнкай была освобождена из тюрьмы, где 60-летний начальник тюрьмы тоже был очарован ею. Но теперь все смотрели на нее, как на прокаженную, никто не хотел иметь с нею дело. Даже люди Цзэн, которые должны были бы верить в просветление ее духа и тела, избегали ее. Сюнкай поняла, что Цзэн это одно, а последователи Цзэн совсем другое. Ее родственники не хотели знать ее, она стала худой, бледной и слабой. Она встретила священника Шиншу, который научил ее имени Будды любви. И в этом Сюнкай нашла умиротворение и успокоение. Она покинула этот мир еще очень красивой, едва достигнув 30 лет. Она написала историю своей жизни, а частично рассказала писательнице. Так она дошла до японцев. Те, кто отверг ее, теперь читают эту историю со слезами стыда. Счастливый китаец Каждый, кто когда-либо был возле китайских поселений в Америке, мог видеть статую отважного юноши, несущего холщовую сумку. Китайские купцы называют его счастливым китайцем или смеющимся Буддой. Этот юноша Хатей жил во времена Танской династии. Он не хотел называть себя дзенским учителем или собирать возле себя учеников. Вместо этого он бродил по улицам с большой сумкой, в которую складывал с власти фрукты или пирожки. Все это он раздавал детям, которые играли на улице и собирались вокруг него. Он создал детский сад на улице. Если он встречал на улице человека, посвятившего себя дзен, он протягивал ему руку и говорил «Подай монету». И если кто-нибудь просил его вернуться в храм и учить других, он снова повторял «Подай монету». Однажды, когда он занимался своей игрой-работой, рядом оказался другой дзенский учитель и спросил его «Что есть сущность дзен?». Хатэ немедленно сбросил свою сумку на землю в молчаливом ответе. Тогда спросил его другой «Что есть реализация дзен?». Счастливый китаец сразу же повесил сумку на плечи и продолжил свой путь. Будда В Токио в эру Бэйбзи жили два известных учителя, различных по характеру. Один из них, Унта, учитель из школы Сингон, тщательно соблюдал все заповеди Будды. Он никогда не пил возбуждающих напитков и не ел после 11 часов утра. Другой учитель, Танзан, профессор философии императорского университета, никогда не соблюдал заповедей. Он ел, когда хотел, спал, когда хотел, даже днем. Однажды Унта навестил Танзана, который в это время пил вино, даже к капле которого не должен был прикасаться язык буддистов. «Приветствую тебя, брат», сказал ему Танзан, «не хочешь ли выпить? Я никогда не пью», важно сказал Унта. «Кто не пьет, тот даже не человек», сказал Танзан. «Неужели ты считаешь меня не человеком только потому, что я не пью отравы», воскликнул Унта в гневе. «Если я не человек, то кто же я?» «Будда», ответил Танзан. Грязная дорога Танзан и Экидо шли однажды по грядной дороге. Лил проливной дождь. Проходя мимо перекрестка, они встретили красивую девушку в шелковом кимоно и шарфе, которая не могла перейти через рытвину. «Идем, девушка», сказал Танзан сразу же. Он взял ее на руки и перетащил через грязь. Экидо ничего не сказал и молчал до тех пор, пока они не подошли к храму. Больше он не мог сдерживаться и сказал, «Нам, монахам, надо держаться подальше от женщин, особенно от молодых и красивых. Они опасны. Зачем ты сделал это?» «Я оставил девушку там», сказал Танзан. «А ты все еще тащишь ее?» Сеун и его мать. Сеун стал учителем школы дзен. Когда он еще был студентом, отец его умер, оставив ему заботы о старой матери. Каждый раз, когда Сеун шел в зал медитации, он брал с собой мать. Так как она была с ним, когда он посещал монастыри, он не мог жить с монахами. Поэтому он построил маленькую хижину и там заботился о матери. Он переписывал сутры, буддийские трактаты и таким образом зарабатывал на пищу. Когда Сеун покупал рыбу для матери, люди издевались над ним, потому что монахам не полагалось есть рыбу, но Сеун не обращал на это внимания. Однако его матери тяжело было видеть, как другие смеются над падшим сыном. Наконец она сказала ему «По-моему, мне нужно стать монахиней, тогда я тоже буду есть растительную пищу». Она стала монахиней и они учились вместе. Однажды ночью мимо их дома проходила молодая дама и услышала музыку. Глубоко тронутая она пригласила Сеун навестить ее следующим вечером и поиграть ей. Он принял приглашение. Через несколько дней он встретил молодую даму на улице и поблагодарил ее за гостеприимство. над ним. Он навестил дом этой женщины. Однажды Сеун уехал в отдаленный монастырь читать лекции. Через несколько месяцев он вернулся домой и узнал, что его мать умерла. Друзья не знали, куда ему сообщить и поэтому уже начались похороны. Сеун вошел и постучал в гроб своей палкой. «Мама, твой сын вернулся», сказал он. «Я очень рада видеть, что ты вернулся, сын», ответил он за мать. «Да, я тоже очень рад», ответил Сеун. После этого он объявил людям вокруг. «Погребальная церемония окончена, можете сжечь тело». Когда Сеун состарился, он знал, что приближается его конец. Он попросил учеников утром собраться вокруг него и сказал, что отойдет в ползе. Возжигая благовоние перед изображением матери и старого учителя, он написал поэму. «56 лет я жил как можно лучше, свершая свой путь в этом мире. Теперь дождь кончился, облака разошлись, в синем небе полная луна». Его ученики собрались вокруг, читая сутры. И Сеун отошел во время молитв. Недалека от буддизма. Один студент университета во время визита к Гадзану спросил его, читал ли ты Библию христиан? «Нет, почитай мне ее», ответил Гадзан. Студент открыл Библию и начал читать из Евангелия от Матвея. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем». Гадзан ответил, тот, кто произнес эти слова, «Просветленный человек». Студент продолжал чтение, «Просите, и дано вам будет, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащемуся отворяют». Гадзан заметил, «Это прекрасно, тот, кто так сказал, недалек от буддизма». Скупое учение Молодой врач из Токио по имени Кусуда встретил своего школьного друга, который учился дзен. Молодой врач спросил его, что такое дзен. «Я не могу сказать тебе, что это», сказал друг, «но одно я знаю точно, если ты понимаешь дзен, то ты не должен бояться смерти». «Прекрасно», сказал Кусуда, «я должен попробовать это». «Где можно найти учителя?» «Пойди к мастеру Нан-Ин», посоветовал ему друг. Итак, Кусуда собрался пойти к Нан-Ин. Он понес с собой кинжал длиной в 9,5 дюймов, чтобы проверить, действительно ли сам учитель не боится смерти. Когда Нан-Ин увидел Кусуду, он воскликнул, «Привет, друг, как поживаешь? Давненько мы не виделись». Это привело Кусуду в недоумение, и он ответил, «Мы никогда не встречались до сих пор». «Верно», ответил Нан-Ин, «Я спутал тебя с другим врачом, который учился здесь». После такого начала Кусуда потерял возможность испытать мастера, поэтому он спросил, нельзя ли ему обучиться дзен. Нан-Ин сказал, «Дзен нетрудная вещь. Если ты врач, лечи своих пациентов с добротой. Это и есть дзен». Кусуда приходил к Нан-Ин трижды, и трижды Нан-Ин говорил одно и то же, «Заботьте о своих больных». Кусуди неясно было, как такое обучение сможет прогнать у него страх перед смертью, поэтому в свой четвертый визит он пожаловался. «Мой друг сказал мне, что когда человек учится дзен, у него пропадает страх смерти. Каждый раз, когда я прихожу к тебе, все, что ты говоришь мне, это «Заботься о своих пациентах». Я прекрасно знаю это. Если это и есть ваше так называемое дзен, я больше не буду ходить к тебе». Наанэн улыбнулся и похлопал доктора по плечу. «Я был слишком строг к тебе. Позволь мне дать тебе Куан». Он предложил Кусуди поработать над проблемой диету Ти, мечто, которая является первой задачей для просветления ума в книге под названием «Врата без входа». Кусуда решал эту проблему Ти два года. В конце этого срока ему показалось, что он достиг определенности ума. Но учитель сказал «Ты еще не готов». Кусуда продолжал занятие концентрацией еще полтора года. Его ум стал спокойным. Проблема постепенно исчезла. Ничто стало истиной. Он хорошо лечил своих пациентов и даже не зная этого, был свободен от жизни и смерти. Когда он снова навестил Нан-Ина, его старый учитель только улыбнулся. Притча В сутре Будда рассказал притчу. Человек пересекал поле, на котором жил тигр. Он бежал со всех ног. Тигр за ним. Подбежав к обрыву, он стал карабкаться по склону, уцепившись за корень дикой лозы и повис на нем. Тигр фыркал на него сверху. Дрожа человек смотрел вниз, где немного ниже другой тигр поджидал его, чтобы съесть. Только лоза удерживала его. Две мышки, одна белая, другая черная, понемногу стали подгрызать лозу. Человек увидел возле себя ароматную землянику. Уцепившись одной рукой за лозу, другой он стал рвать землянику. Какая же она была сладкая. Первый принцип. Когда путник подходит к храму обаку в Киото, он видит вырезанные над воротами слова. Первый принцип. Буквы необычайно большие и ценители каллиграфии восхищаются ими, как верхом мастерства. Они были написаны Кодзеном 200 лет тому назад. Когда мастер писал их, он изобразил их сначала на бумаге, с которой рабочие, увеличив, перенесли их на дерево. Когда Кодзен нарисовал буквы, с ним работал самоуверенный ученик, который сделал несколько галлонов чернил для письма и никогда не упускал случая покритиковать работу своего мастера. «Это нехорошо», сказал он Кодзену после первых его усилий. «А это плохо, еще хуже, чем раньше», произнес ученик. Кодзен терпеливо исписывал один лист за другим, пока не набралось 84 первых принципа, ни один из которых так и не заслужил одобрения ученика. Однажды, когда молодой человек вышел на несколько минут, Кодзен подумал, «Вот единственная возможность избежать его строгих глаз». И он торопливо написал с умом, свободным от раздражения. Первый принцип. «Это работа мастера», произнес ученик. Совет матери Дзиун, мастер школы Сингун, был хорошо известным знатоком санскрита Вэру Токугава. Когда он был молод, он читал лекции своим братьям-студентам. Его мать услышала об этом и написала ему письмо. «Сын, я не думаю, что ты посвятил себя Будде, так как ты хочешь превратиться в ходячую энциклопедию для других. Нет конца фактам и комментариям, славе и почестям. Я хочу, чтобы ты прекратил эти лекции. Укройся в маленьком храме в горах, посвяти свое время медитации и на этом пути достигни истинного». Хлопок одной ладони Учителем храма Кеннин был Макурай, молчащий гром. У него был маленький протеже по имени Тойо, которому было только 12 лет. Тойо видел, как каждое утро и вечер более старшие ученики приходили в комнату учителя для получения общих инструкций по Сан-Дзен или для персонального обучения, при котором задавались Куаны для того, чтобы освободить ум от заблуждений. Тойо тоже захотел выполнять Сан-Дзен. «Подожди немного», сказал Макурай, «ты еще молод». Но ребенок настаивал, так что учитель наконец был вынужден согласиться. Вечером в соответствующее время маленький Тойо подошел к порогу комнаты Макурая для Сан-Дзен. Он ударил в гонг, чтобы сообщить, что он пришел. Три раза поклонился перед дверью, в знак вошел и сел перед учителем в почтительном молчании. «Ты можешь услышать хлопок двух ладоней, когда они ударяются друг о друга», сказал Макурай, «теперь покажи мне хлопок одной ладони». Тойо поклонился и пошел в свою комнату, чтобы рассмотреть эту проблему. Из окна он услышал музыку геиш. «Ах, я понял», воскликнул он. На следующий вечер, когда учитель попросил его показать хлопок одной ладони, Тойо начал играть музыку геиш. «Нет-нет», сказал Макурай, «это никак не подойдет, это не хлопок одной ладони, ты совсем не понял его». Думая, что музыка будет мешать, Тойо ушел в более спокойное место, он снова погрузился в медитацию. «Чем же может быть хлопок одной ладони?» Он услышал, как капает вода. «Я понял», подумал Тойо. Оказавшись перед учителем в следующий раз, Тойо начал капать водой. «Что это?» спросил Макурай. «Это звук капающей воды, но не хлопок ладони, попробуй еще раз». Напрасно Тойо медитировал, чтобы услышать хлопок одной ладони. Он слышал шум ветра, но этот звук был отвергнут. Он слышал крик совы, но этот звук был отвергнут. Более чем десять раз приходил Тойо к Макураю с различными «Наконец маленький Тойо достиг подлинной медитации и перешел пределы звуков. Я больше не мог собирать их», объяснил он позже, «Поэтому я достиг беззвучного звука». Тойо реализовал хлопок одной ладони. «Мое сердце пылает как огонь». Сён Саку, первый дзенский учитель в Америке, говорил «Мое сердце пылает как огонь, глаза холодны, как мертвый пепел». Он выполнял всю свою жизнь. Вот они. «Утром перед одеванием воскури ладон и медитируй. Ложись спать в определенный час. Принимай пищу через определенные интервалы. Ешь умеренно и никогда не досыта. Будь наедине с собой таким же, как при гостях. Будь при гостях таким же, как наедине с собой. Следи за тем, что говоришь, и все, что сказал, выполняй. Если приходит благоприятный случай, не позволяй ему пройти мимо. Кроме того, прежде чем действовать, дважды подумай. Не сожалей о прошлом, смотри в будущее. Пусть у тебя будет бесстрашие героя и любящее сердце ребенка. Оставшись один для сна, спи, как будто это твой последний сон. Просыпаясь, сразу же оставляй свою постель, как будто ты оставляешь пару старых ботинок. Уход Эсюн. Когда Эсюн дзенской учительницы было за 60 и она была близка к тому, чтобы покинуть этот мир, она попросила нескольких монахов сложить во дворе дрова. Решительно усевшись в центре погребального костра, она подожгла его с краю. О, монахиня, закричал один монах, горячо ли тебе там? Только такому глупцу, как ты, есть до этого дела, ответил Эсюн. Пламя поднялось вверх, и она умерла. Повторенная сутра. Один крестьянин попросил священника школы Тиндай читать сутры для его умершей жены. Когда чтение было окончено, крестьянин спросил, как ты думаешь, будет моей жене какая-нибудь польза от этого? Не только твоя жена, но и все сущие получит пользу, а чтение сутр, ответил священник. Если ты говоришь, что все сущие получит пользу, сказал крестьянин, то моей жене мало достанется, и другие получат преимущество перед ней, и заберут все выгоды, которые должны достаться ей. Поэтому, пожалуйста, порости сутру только для нее. Священник объяснил, что таково было желание Будды, чтобы каждое существо было счастливо и всем была польза. Это прекрасное учение, сделал вывод крестьянин. Только пожалуйста, сделай одно исключение. У меня есть очень грубый сосед, который доставляет мне одни неприятности. Исключи его из этих всех существ. Еще три дня. Сюйво, ученик Хакуина, был хорошим учителем. Во время одного летнего уединения к нему пришел ученик с южного острова Японии. Сюйво дал ему проблему, услышь хлопок одной ладони. Ученик оставался у него три года, но так и не смог пройти испытания. Однажды ночью он в слезах пришел к Сюйво. Я должен вернуться на юг в стыде и смущении, сказал он, потому что я не могу решить мою задачу. Подожди неделю и непрерывно медитируй, посоветовал ему Сюйво, но просветление не пришло к ученику. Попытайся еще недельку, посоветовал Сюйво. Ученик послушался, но все было тщетно. Еще неделю. Никакого успеха. В отчаянии студент стал умолять и освободить его, но Сюйво потребовал еще пятидневной медитации. Никакого результата. Тогда он сказал, медитируй еще три дня, и если и на этот раз у тебя ничего не получится, лучше убей себя. На второй день ученик стал просветленным. Ученый диалог за ночлег. Любой странствующий монах мог остановиться в дзенском храме при условии, что он будет победителем тех, кто живет в этом храме. Если же он будет побежден, ему придется уйти. В одном храме на севере Японии жили два брата монаха. Старший брат учился, а младший был дурачком, да и к тому же еще и одноглазый. Однажды к ним зашел странствующий монах и попросился переночевать, предложив в соответствии с обычаем побеседовать о возвышенном учении. Старший брат, уставший от занятий за день, велел младшему выступить вместо себя. Пойди и потребуй разговора в молчании, научил он его. Итак, младший брат и странник пошли к святыне и сели. Вскоре странник поднялся, подошел к старшему брату и сказал, твой младший брат удивительный парень, он победил меня. Переискажи мне диалог попросил старший брат. Сначала сказал странник, я поднял один палец, символизируя просветленного Будду. Тогда твой брат поднял два пальца, символизируя Будду и его учение. Я поднял три пальца, символизируя Будду, его учение и его последователей, живущих гармонической жизнью. Тогда твой брат потряс сжатым кулаком у меня перед лицом, указывая, что все три произошли из одной реализации. Таким образом он победил и я не имею права оставаться здесь. С этими словами странник ушел. Где этот парень спросил младший брат, вбегая к старшему? Я понял от него, что ты победил в споре. Ничего я не победил, я хочу поколотить его. Расскажи мне, о чем вы спорили, попросил старший брат. Ну, минуту он смотрел на меня, потом поднял один палец, оскорбляя меня намеком на то, что у меня один глаз. Так как он странник, то я подумал, что мне надо быть повежливой с ним. Поэтому я поднял два пальца, поздравляя его с тем, что у него два глаза. Тогда этот грубиян и негодяй поднял три пальца, намекая на то, что на нас двоих у нас только три глаза. Тогда Голос счастья Когда Банкей умер, один слепец, живший рядом с храмом учителя, рассказывал своему другу. Из-за того, что я слеп, я не могу наблюдать за лицом человека. Поэтому я сужу о его характере по звуку его голоса. Обычно, когда я слышу, как кто-то поздравляет другого с его успехами или счастьем, я слышу также тайный голос зависти. удовольствие и удовлетворение, как будто соболезнующий, на самом деле доволен, будто в своем собственном мире он остается в выигрыше. Однако, несмотря на весь мой опыт, в голосе Банкея я слышал одну только искренность. Когда он выражал счастье, я не слышал в его голосе ничего, кроме счастья. Когда он выражал печаль, единственное, что я слышал, была печаль. Открой свою сокровищницу. Дайдзю навестил учителя Басо в Китае. Басо спросил, чего ты ищешь? Просветление, ответил Дайдзю. У тебя есть собственная сокровищница. Почему ты ищешь на стороне? спросил Басо. Дайдзю спросил, где же моя сокровищница? Басо ответил, то, что ты спрашиваешь, и есть твоя сокровищница. Дайдзю обрел просветление. Позже он всегда твердил своим друзьям, открой свою собственную сокровищницу и черпай сокровище оттуда. Ни воды, ни луны. Когда монахиня Тёна училась дзен у Букко из Энгаку, она долгое время не могла вкусить от плодов медитации. Наконец, лунной ночью она несла воду в старом ведре обвязанном бамбуком. Бамбук разорвался и дно ведра отвалилось. И в этот момент Тёна стала свободной. Память об этом она написала поэму «И так и сяк старалась я спасти старое ведро, пока бамбуковая веревка не ослабла и не порвалась, пока наконец дно не вылетело, нет больше воды в ведре, нет больше луны в воде». Визитная карточка Кейгу великий дзенский учитель Эры Мэйди стал главой Тофуку кафедрального собора в Киото. Однажды правитель Киото навестил его в первый раз. Его слуга вручил визитную карточку правителя, на которой было написано «Китоцаки, правитель Киото». «Я не имею дела с такими людьми», сказал Кейгу слуге. «Скажи ему, пусть уходит отсюда». Слуга с извинениями вернул карточку. «Это моя ошибка», сказал правитель и карандашом зачеркнул слова правителя Киото. «Спроси учителя снова». «О, это Киотоцаки», воскликнул учитель, когда увидел карточку. «Я хочу видеть этого человека». «Все лучшее». Когда Бандзан шел по рынку, он услышал разговор между покупателем и мясником. «Дай мне самый лучший кусок мяса», сказал покупатель. «Все, что есть у меня в лавке, лучшее», ответил мясник. «Ты не сможешь найти кусок мяса, который не был бы самым лучшим». При этих словах Бандзан обрел просветление. «Мгновение дороже сокровища». «Важный господин попросил Токуана, дзенского учителя, сказать ему, как ему нужно проводить время. Он чувствовал, что дни его слишком посвящены его учреждению и попытался сидеть неподвижно, чтобы завоевать почтение других». Токуан написал восемь китайских символов и дал их человеку. «Этот день не повторится дважды, мгновение дороже сокровищ. Этот день больше не придет, каждая минута бесценное сокровище». Рука Макусена Макусен Хикки жил в храме в провинции Тамба. Один из его приверженцев пожаловался на скупость своей жены. Макусен навестил жену своего приверженца и показал ей сжатую в кулак руку. «Что ты хочешь этим сказать?» спросила удивленная женщина. «Предположим, что моя рука все время сжата в кулак». «Как ты назовешь это?» спросил Макусен. «Увечье» ответила женщина. Тогда он раскрыл руку и снова спросил «Теперь предположим, что моя рука всегда в таком положении. Что это такое?» «Другая форма увечья», сказала жена. «Если ты хорошо это понимаешь», закончил Макусен, «Ты хорошая жена». И он уехал. После его визита жена стала помогать мужу как в накоплениях, так и в тратах. Единственная улыбка в его жизни Макуген был известен тем, что не улыбнулся ни разу до самого последнего своего часа на земле. Когда пришло время умирать, он сказал своим верным ученикам, «Вы учились у меня более десяти лет. Покажите мне, как вы понимаете дзен. Тот, кто выразит это наиболее ясно, станет моим преемником и получит мою рясу и чашу». Все смотрели на суровое лицо Макугена и не отвечали. Энгё, ученик, который очень долго находился рядом с учителем, стал рядом с ним. Он подтолкнул вперед на несколько дюймов чашку с лекарствами. Это был его ответ. «Лицо учителя стало еще суровее». «И это все, что ты понимаешь?» спросил он. Энгё взял чашку и снова подвинул ее назад. Прекрасная улыбка озарила лицо Макугена. «Ах, ты мошенник», сказал он, Энгё. «Ты работал со мною 10 лет и до сих пор не видел меня всего. Возьми мою рясу и чашу. Они принадлежат тебе». Ежеминутный дзен. Дзенские студенты учатся у мастера дзен по меньшей мере лет 10, прежде чем им будет позволено учить других. Тенна, который закончив свое ученичество стал учителем, пришел навестить Нан-Ина. День выдался дождливый и Тенна надел деревянные башмаки и взял зонтик. После приветствия Нан-Ин заметил. «Думаю, что ты оставил башмаки в прихожей. Хотел бы я знать, справа или слева от башмака стоит твой зонт». Смущенный Тенна не смог он стал учеником Нан-Ина и учился еще шесть лет, чтобы усовершенствовать свой ежеминутный дзен. Цветочный ливень Субхути был учеником Будды. Он был способен понимать силу пустоты, точку зрения, что ничто не существует иначе, как в соотношении субъективного и объективного. Однажды Субхути в состоянии возвышенной пустоты сидел под деревом. Вокруг него начали падать цветы. Мы награждаем тебя за твои рассуждения о пустоте, прошептали ему боги. Но я не говорил о пустоте, сказал Субхути. Ты не говорил о пустоте, мы не слышали пустоту, ответили боги. Значит это истинная пустота. И цветы хлынули на Субхути, как дождь. Публикация Сутр Тецуген, проповедник дзен в Японии, решил опубликовать сутры, доступные в то время лишь в Китае. Книги должны были печататься с деревянных блоков в количестве 7000 экземпляров. Чудовищное предприятие. Тецуген начал путешествовать и собирать денежные пожертвования для этой цели. Несколько сочувствующих дали ему 100 кусков золота, но в основном он получал малые крохи. Каждого дарителя он благодарил одинаково. Через 10 лет Тецуген собрал достаточно денег, чтобы начать выполнять свое решение. Случилось так, что в это время разлилась река Ую. Вслед с наводнением начался гололед. Тецуген взял все деньги, которые он собрал для книг и послал их пострадавшим, чтобы спасти их от голода. Затем он снова начал свою работу по сбору денег. Через несколько лет по всей стране вспыхнула эпидемия. Тецуген снова отдал все, что собрал, чтобы помочь людям. В третий раз начал он свою работу и через 20 лет его желание исполнилось. Печатные блоки, с которых делалось первое издание сутр и сейчас можно увидеть в монастыре Обаку в Киото. Японцы рассказывают своим детям, что Тецуген сделал три издания сутр и что первые два невидимых издания даже превосходят последнее. Работа Гисё Гисё стала монахиней, когда ей было всего 10 лет. Она получила все обучение, которое получают маленькие мальчики. Когда ей исполнилось 16 лет, она стала путешествовать от одного учителя дзен к другому, учась у них всему. Она пробыла три года у Унзана, шесть лет у Гукея, но не могла достичь чистого видения. Наконец она пришла к учителю Инзану. Инзан показал ей, что это не связано с ее полом. Он кричал на нее, бронил ее, металл грома и молнии. Он колотил ее, чтобы разбудить ее внутреннюю природу. Гисё оставалось с Инзаном 13 лет, и тогда она нашла то, что искала. В ее честь Инзан написал поэму. Эта монахиня училась 13 лет под моим руководством. Вечерами она размышляла над глубочайшими проблемами. По утрам она возвращалась к другим проблемам. Китайская монахиня Тэцума превзошла всех до нее, и после Мудзяку не было более искреннего человека, чем Гисё. Существует много ворот, через которые она может войти. Она должна получить еще колотушек от моего железного кулака. После того, как Гисё обрела просветление, она отправилась в провинцию Бонею, создала там свой храм и учила 200 монахинь, пока не умерла однажды в августе. Сон в дневное время. Учитель Сон Саку покинул этот мир, когда ему был 61 год. Выполнив свою жизненную задачу, он оставил великое учение, гораздо более богатое, чем учение большинства других дзенских учителей. Обычно его ученики спали днем, и когда он видел это, он сам не терял ни минуты. Когда ему было всего 12 лет, он изучал философские спекуляции школы Тэндай. Однажды летним днем воздух был такой знойный, что маленький Сион вытянул ноги и заснул, пока учителя не было. Прошло три часа, когда, внезапно проснувшись, он услышал, как входит учитель. Но было слишком поздно. Он лежал как раз поперек дверей. Прошу прощения, прошу прощения, прошептал учитель, заботливо переступая через него, как будто это был один из известных гостей. После этого Сион никогда не спал днем. В мире грез. Каждый день в полдень наш учитель обычно дремал, рассказывал ученик все на соку. Мы дети спросили его, почему он так делает. И он ответил, я ухожу в страну грез, чтобы встретить там старых мудрецов, как это делал Конфуций. Когда Конфуций спал, он видел во сне древних мудрецов и позже рассказывал о них своим ученикам. Однажды был день, так что некоторые из нас задремали, наш учитель побронил нас. Мы отправились в страну грез, чтобы встретиться с древними мудрецами, как это делал Конфуций, объяснили мы. Что же вам сообщили мудрецы, требовательно спросил учитель. Один из нас ответил, мы ходили в страну грез и встретили мудрецов. Мы спросили их, приходит ли сюда наш учитель каждый день Дзен Дзюсю Дзюсю начал изучать Дзен в 60-летнем возрасте и учился до 80-ти лет, когда он реализовал Дзен. Он учил с 80-ти до 120-ти лет. Однажды студент спросил его, если у меня нет ничего в голове, что мне делать? Дзюсю ответил, выброси его оттуда. Но если у меня нет ничего, как же я могу это выбросить? Продолжал спрашивать студент. Ну сказал Дзюсю, тогда вытащи его. Ответ мертвеца. Когда Мамия, который позже стал известным проповедником, пришел к учителю, чтобы учиться, учитель попросил его объяснить, что такое хлопок одной ладони. Мамия стал концентрироваться на вопросе, что же такое хлопок одной ладони. Ты трудишься недостаточно усердно, сказал ему учитель. Ты слишком привязан к пище, благосостоянию, вещам и всему такому. Лучше бы ты умер, это решило бы проблему. Когда Мамия в следующий раз появился перед учителем, тот снова попросил показать, что такое хлопок одной ладони. Мамия сразу упал на землю, как мертвый. Ты умер очень хорошо, сказал учитель, глядя на него. Только что же с хлопком? Я еще не решил эту задачу, ответил Мамия, глядя на учителя снизу. Мертвецы не разговаривают, сказал учитель. Убирайся. Дзен в жизни нищих. Тусун был хорошо известным дзенским учителем своего времени. Он жил в нескольких храмах и учил в различных провинциях. В последний храм, который он посетил, собралось так много его приверженцев, что Тусун сказал им, что он собирается прекратить читать лекции навсегда. Он посоветовал им разойтись и идти, куда они хотят. После этого никто не мог отыскать даже его следа. Через три года один из его учеников обнаружил, что Тусун живет в Киото с несколькими нищими под мостом. Он сразу стал уморят Тусуна учить его. «Если ты сможешь поступать как я, хотя бы пару дней, я согласен», ответил Тусун. Итак, бывший ученик оделся как нищий и провел день с Тусуном. На следующий день один из нищих умер. Тусун и его ученик в полночь несли тело и сожгли его на склоне горы. После этого они вернулись в свое укрытие под мостом. Остаток ночи Тусун беспробудно спал, но ученик не мог спать. Когда наступило утро, Тусун сказал, сегодня нам не надо просить пищу, наш мертвый друг нам кое-что оставил, но ученик не мог проглотить ни кусочка. «Должен сказать, что ты не смог поступать, как я», заключил Тусун. «Уходи и больше не беспокой меня никогда». Вор, ставший учеником. Однажды вечером, когда Ситира Кадзюн читал сутры, вошел вор с острым мечом и стал требовать или деньги, или жизнь. Ситира сказал ему, не мешай мне, можешь взять немного денег в этом ящике. И он продолжал свое чтение. Через некоторое время он остановился и сказал, не забирай все, мне нужно немного денег, чтобы заплатить завтра налоги. Незваный гость забрал большую часть денег и собрался уходить. Когда тебе делают подарок, надо благодарить, добавил Ситира. Человек поблагодарил и ушел. Через несколько дней его поймали и среди других он сознался в преступлении против Ситира. Когда Ситира позвали ко свидетеля, сказал, этот человек не вор, по крайней мере в отношении меня. Я дал ему денег и он поблагодарил меня за них. После того, как хорошо и плохо. Когда Банкей проводил свои недели в медитации, с разных концов Японии собирались ученики, чтобы учиться у него. Во время одного из таких собраний поймали ученика воришку. Об этом сообщили Банкею и попросили его прогнать преступника. Банкей не обратил на этот случай внимания. Позднее этого ученика снова поймали за таким же занятием и снова Банкей не стал рассматривать дело. Это рассердило остальных учеников и они написали прошение, в котором просили удалить воришку. В противном случае они покинут его в полном составе. Когда Банкей прочел прошение, он собрал всех и сказал Вы мудрые братья. Вы знаете, что хорошо, а что плохо. Вы можете идти куда хотите и учиться там. Но этот заблудший брат не может отличить хорошего от плохого. Кто же научит его, если не я? Он останется здесь, если даже вы все уйдете. Слезы потекли по лицу воришки. Все желание красть пропало. Как станут просветленными трава и деревья. В период Камакура Синкан изучал 6 лет Тэндай, а затем 7 лет изучал Дзен. После этого он отправился в Китай и еще 13 лет изучал Дзен. Когда он вернулся в Японию, многим хотелось поговорить с ним, выяснить неясные вопросы. Но когда Синкан принимал посетителей, что случалось нечасто, он редко отвечал на их вопросы. Однажды 50-летний искатель просветления сказал Синкану, я изучал школу мысли Тэндай, когда был еще мальчиком, но одного я так и не смог понять в ней. Тэндай утверждает, что даже трава и деревья станут просветленными. Мне это кажется очень странным. Что пользы обсуждать, как трава и деревья станут просветленными, спросил Синкан. Вопрос в том, как тебе самому стать просветленным. Ты когда нибудь задумывался над этим? Я никогда не думал об этом таким образом, восхитился старик. Так теперь пойди и подумай, закончил Синкан. Скупой художник Гесен был монахом-художником. Перед тем, как начать рисовать, он всегда настаивал на том, чтобы ему заплатили вперед и запрашивал высокую цену. Он был известен как скупой художник. Однажды Гейша заказала ему картину. Сколько вы сможете заплатить? спросил Гесен. Сколько ты запросишь? ответила девушка. Но я хочу, чтобы ты работал передо мною. Итак, в определенный день Гесена позвали к Гейше. Она устраивала праздник для своего покровителя. Гесен усердно трудился над картиной. Когда картина была закончена, он запросил самую высокую цену, о какой только слыхали в его время. Он получил запрошенную сумму, а Гейша, повернувшись к своему покровителю, сказала, этот художник хочет только денег, его картины прекрасны, а ум низок. Деньги развратили его. Невозможно показывать картину, нарисованную таким отвратительным человеком. Она годится лишь для одной из моих нижних юбок. Приподняв юбку, она попросила Гесена сделать другой рисунок наизнанке юбки. Сколько вы сможете заплатить, спросил Гесен. О, сколько хотите, ответила девушка. Гесен назвал фантастическую цену, нарисовал картину требуемым образом и ушел. Позже узнали, что у Гесена были причины для того, чтобы копить деньги. На его провинцию часто обрушивался опустошающий голод. Богачи не помогали беднякам, поэтому у Гесена был тайный склад, неизвестный никому, который он наполнял зерном на случай бедствия. Дорога от его деревни до национальной святыни была очень запущена и путники очень от этого страдали. Он хотел построить более хорошую дорогу. Его учитель умер, так и не осуществив своего желания построить храм, и Гесен хотел построить этот храм для него. После того, как Гесен выполнил три своих желания, он забросил кисти когда больше не рисовал. Точная пропорция Сен-Но-Ри-Кун, чайный мастер, захотел повесить на столб корзину с цветами. Он попросил плотника помочь ему, указывая снизу, куда поместить корзину. Немного повыше или пониже, немного вправо или влево, до тех пор, пока не нашел, что она точно на месте. Вот теперь она точно на месте, сказал наконец Сен-Но-Ри-Кун. Плотник, чтобы у хозяина отметил место, а затем притворился, что забыл, куда нужно поместить корзину. Сюда, а может сюда, спрашивал плотник, указывая различные места, но понятие пропорции у чайного мастера было таким точным, что он указал плотнику точно то же место. Черноносы Будда Монахиня, искавшая просветление, сделала статую Будды и покрыла ее золотом. Она носила золотого Будду с собой повсюду. Проходили годы и все еще таская с собой Будду, Монахиня пришла жить в маленький храм в деревне, где было много Будд, каждая со своей святыней. Монахиня хотела воскурить Ладан перед своим золотым Буддой, но так как ей не нравилась мысль, что благовония перепадут и другим, она сделала трубу, через которую дымок попадал только на ее статую. Из-за этого нос золотого Будды почернел и он стал очень уродливым. Ясное понимание Рюнин. Буддийская монахиня, известная под именем Рюнин, родилась в 1797 году. Она была старшей дочерью известного японского воина Сингена. Ее поэтический дар и редкостная красота были такими, что в 17 лет она прислуживала императрице, как одна из придворных дам. Даже в таком юном возрасте ее ожидала слава. Внезапно любимая императрица умерла и надежды и мечты Рюнин развеялись как дым. Она остро почувствовала невечность человеческой жизни в этом мире. Она решила изучать дзен, однако родственники воспротивились ее желанию и почти насильно выдали ее замуж. Она согласилась на замужество лишь после того, как ей обещали, что после рождения было и 25 лет, когда она выполнила это условие. После этого ни муж, ни родственники не могли отговорить ее от ее желания. Она обрила голову, взяла себе имя Рюнин, что означает ясное понимание, и отправилась в свое паломничество. Она пришла в Эда и попросила Тицугена принять ее в ученицы. С первого взгляда учитель отверг ее, так как она была слишком красива. Тогда Рюнин пошла к другому учителю Хакую. Он отверг ее по той же причине, сказав, что ее красота приведет к одним неприятностям. Рюнин взяла горячее железо и приложила его к лицу, и красота ее в одно мгновение исчезла навсегда. После этого Хакуо взял ее себе в ученицы. Вспоминая этот случай, Рюнин написала поэму на обратной стороне маленького зеркала. Служа своей императрицы я жгла ладан, чтобы благоухали мои праздничные одежды. Сейчас, как бездомный нищий, я жгу лицо свое, чтобы войти в храм Дзен. Перед смертью Рюнин написала другую поэму. 66 раз видели эти глаза, как меняется картина осени. Я много сказала о лунном свете, не просите меня о большем, только слушайте голоса сосен и кедров, когда их не колышет ветер. Прокисшая мисо. Повар-монах Дейрио в монастыре Банкея решил, что он должен как следует заботиться о здоровье своего старого учителя и давать ему только свежее мисо, тесто из соевых бобов, смешанных с шиницей и дрожжами, которое очень быстро скисает. Банкея, заметив, что ему дают лучшее, чем ученикам мисо, спросил, кто сегодня готовит. Дейрио послали к нему и Банкею было разъяснено, что из-за его возраста и положения ему необходимо есть свежее мисо. Банкея сказал повару, тогда я совсем перестану есть. Он вошел в свою комнату и закрыл дверь. Дейрио, сидя за дверью, умолял учителя простить его. Банкея не отвечал. Семь дней Дейрио сидел под дверью, а Банкея в запертой комнате. Наконец, монах в отчаянии возвал к Банкею, может быть, ты прав, старый учитель, но твой молодой ученик должен поесть, иначе он уже больше никогда не сможет ходить. Банкея открыл дверь, он улыбался. Он сказал Дейрио, я хочу есть ту же пищу, что и самый последний из моих учеников. Когда ты станешь учителем, я хочу, чтобы ты не забывал об этом. Твой свет может погаснуть. Студент, изучающий Тендай, философскую школу буддизма, пришел к дзенскому учителю Гадзану, чтобы стать его учеником. Когда через несколько лет он собрался уходить, Гадзан предостерег его. Умозрительное изучение истины полезно лишь как путь собирания материала для проповеди. Но помни, твой свет истины может померкнуть. Дающий должен быть благодарен. Когда Сиесетсу был учителем Энкаку в Камакура, он потребовал большое помещение, так как то, в котором он преподавал, было переполнено. Умэдзу Сибей, купец из Эда, решил пожертвовать 500 кусков золота, называемых рё, на строительство более просторной школы. Эти деньги он принес учителю. Сиесетсу сказал, хорошо, я возьму их. Умэдзу отдал Сиесетсу сумку с золотом, но остался недоволен отношением учителя. Один человек на три рё может прожить целый год, а его даже не поблагодарили за 500 рё. В этой сумке 503, как бы невзначай, сказал Умэдзу. Ты мне уже сказал, ответил Сиесетсу. Хоть я и богач, но 503 для меня большие деньги, снова заговорил Умэдзу. Ты хочешь, чтобы я поблагодарил себя за них, спросил Сиесетсу. Ты должен это сделать, ответил Умэдзу. Почему должен я, спросил Сиесетсу. Дающий должен благодарить. Последняя воля и завещание. Иккию, знаменитый дзенский учитель эры Асикаго, был сыном императора. Когда он был совсем молодым, его мать покинула дворец и ушла в храм изучать дзен. Тогда принц Иккию тоже стал студентом. Когда его мать умерла, она оставила ему письмо. Оно гласило Иккию Я закончила свое дело в этой жизни и теперь возвращаюсь в вечность. Я хочу, чтобы ты стал хорошим учеником и реализовал свою природу Будды. Ты будешь знать, в аду ли я и всегда ли я буду с тобой или нет. Если ты станешь человеком, осознавшим, что Будда и его последователи Бадхидхарма его слуги, ты можешь закончить учиться и работать для человечества. Будда проповедовал 49 лет и за это время понял, что не нужно говорить ни слова. Ты должен знать, почему. Но если ты не знаешь и все еще хочешь узнать, избегай бесполезного думания. Твоя мать, нерожденная, не умершая, первое сентября. Учение Будды было главным образом для просветления других. Если ты зависишь от любого из методов, ты ничто, невежественное насекомое. Существует 80 тысяч книг по буддизму и если ты хочешь прочесть их все и до сих пор не видишь собственной природы, ты не поймешь даже это письмо. Это моя последняя воля и завещание. Чайный мастер и убийца Тейко воин, 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 живший в Японии перед Эрой Токугава, изучал Ча-но-ю, чайный этикет Усен-но-рикю, учителя этого эстетического выражения спокойствия и удовлетворенности. Воин-слуга Тейко по имени Като считал, что увлечение Тейко чайным этикетом является преступным пренебрежением государственным делам, поэтому он решил убить Сен-но-рикю. Он прикинулся, что имеет какую-то просьбу к чайному мастеру и был приглашен пить чай. Мастер, который был очень искусен в своей области, с одного взгляда угадал намерение воина, поэтому он попросил Като оставить меч перед входом в комнату, объяснив, что Ча-но-ю олицетворение миролюбия. Като не пожелал его слушать. Я воин, сказал он, и всегда ношу свой меч собою. Ча-но-ю или не Ча-но-ю, а мой меч при мне. Хорошо, вноси свой меч и попробуй чаю, согласился Сен-но-ю-рикю. Чайник кипел на огне. Вдруг Сен-но-ю-рикю опрокинул его. Кипяток зашипел, комната наполнилась дымом и золой. Испуганный воин выбежал из комнаты. Чайный мастер извинился. Это моя вина. Вернись и попей чаю, а я почищу твой меч от золы и принесу тебе. Воин понял, что не сможет убить чайного мастера, поэтому принял предложение. Верная дорога. Как раз перед тем, как Нинакава ушел в другой мир, мастер Иккию навестил его. Проводить ли тебя, спросил Иккию. Нинакава ответил, я пришел сюда один и иду один, чем ты можешь помочь мне? Иккию ответил, если ты в самом деле думаешь, что пришел и идешь, ты заблуждаешься. Позволь мне показать тебе дорогу, по которой нельзя прийти и уйти. С этими словами Иккию показал эту дорогу так ясно, что Нинакава улыбнулся и отошел. Врата рая. Солдат по имени Нобусиги пришел к Хакуину и спросил, правда ли, что есть рай и ад? Кто ты? спросил Хакуин. Я самурай, ответил воин. Ты солдат, воскликнул Хакуин. Что за начальник держит тебя в своем войске? У тебя лицо, как у нищего. Нобусиги так расферепел, что начал вытаскивать свой меч, но Хакуин продолжал. У тебя есть меч, но, наверное, он слишком туп, чтобы снести мне голову. Когда Нобусиги вытащил меч, Хакуин заметил. Тут открываются двери в ад. При этих словах самурай, почувствовавший себя учеником мастера, вложил меч в ножны и поклонился. Здесь открываются врата рая, сказал Хакуин. Арест каменного Будды. Купец, несший на плечах 50 сверков хлопка, остановился передохнуть от жары в убежище, где стоял каменный Будда. Здесь он заснул, а когда проснулся, его хлопок исчез. Он немедленно заявил об этом в полицию. Судья по имени Оока начал следствие. Должно быть, этот каменный Будда украл хлопок, заключил судья. Он должен заботиться о благосостоянии людей, но он пренебрег своей святой обязанностью. Арестуйте его. Полиция арестовала каменного Будду и притащила его в суд. За статуей шла шумная толпа, которой любопытно было узнать, какой приговор вынесет судья. Когда появился Оока, он упрекнул шумливую аудиторию. Какое право вы имеете смеяться и шутить во время суда? Вы не уважаете суд и подлежите штрафу и теренному заключению. Люди поспешили извиниться. Я наложу на вас только штраф, сказал судья. Я повелеваю, чтобы каждый из вас в течение трех дней доставил в суд по свертку хлопка. Кто не сделает этого, будет арестован. Один из принесенных свертков сразу был опознан купцом, как его собственный, и воришку легко нашли. Купцу вернули его добро, а остальные свертки были возвращены их владельцам. Солдаты человечества. Однажды одна из дивизий японской армии участвовала в военных учениях, и несколько офицеров сочли необходимым разместиться в храме Гадзана. Гадзан сказал своему повару, давай офицерам такую же простую пищу, как и нам. Это очень рассердило вояк, так как они привыкли к очень почтительному отношению. Один из них отправился к Гадзану и сказал как ты думаешь кто мы? Мы солдаты жертвующие жизнями за свою страну. Почему ты не обращаешься с нами как подобает? Гадзан сурово ответил а как ты думаешь кто мы? Мы солдаты человечества наша цель спасения всего сущего. Туннель Дзинкай сын самурая отправился в Эда и здесь стал приближенным высокопоставленного чиновника он влюбился в жену чиновника и был открыт защищаясь он убил чиновника и после этого сбежал с его женой позже они оба стали воришками но женщина оказалась такой жадной что Дзинкай проникся омерзением к ней наконец оставив ее он отправился далеко в провинцию Будзен где стал бродягой нищим чтобы искупить вину за свое прошлое Дзинкай решил совершить в жизни какое-нибудь доброе дело он узнал что существует опасная дорога через пропасть грозящая смертью или увечьей многим людям и решил прорыть через горы туннель выпрашивая днем пищу Дзинкай по ночам рыл туннель когда прошло 30 лет туннель был длиной 280 футов 20 футов высотой и 30 футов шириной за два года до окончания работы сын убитого чиновника разыскал Дзинкай и пришел убить его чтобы свершилась месть я охотно отдам тебе свою жизнь сказал Дзинкай позволь мне только закончить эту работу день когда она будет закончена ты можешь убить меня сын прождал день два но прошло несколько месяцев а Дзинкай продолжал копать сын устал от безделья и стал помогать ему копать после того как он помогал ему больше года он стал восхищаться волей и характером Дзинкай наконец туннель был готов и люди могли пользоваться им и путешествовать безопасно теперь руби мне голову сказал Дзинкай моя работа окончена как же я могу отрубить голову моему учителю спросил юноша со слезами на глазах Гуду и император император Гудзай учился Дзин под руководством Гуду он спросил истинный разум Дзин это Будда верно ли это Гуду ответил если я скажу да ты будешь думать что ты понимаешь не понимая если я скажу нет я вступлю в противоречие с фактом который многие понимают очень хорошо на следующий день император спросил Гуду куда отправляется просветленный человек после смерти Гуду ответил не знаю почему спросил император потому что я еще не умирал ответил Гуду император не решился спрашивать Гуду о вещах которые его ум еще не мог осознать так Гуду пробивал стену своими руками чтобы разбудить его сознание и император был просветлен после своего просветления императора еще больше стал уважать дзен и старого Гуду и даже разрешил Гуду не снимать шапку во дворце зимой когда Гуду было за 80 он однажды заснул во время лекции и император спокойно удалился в другую комнату чтобы его любимый учитель мог наслаждаться отдыхом которого требовало его тело в руках судьбы великий японский воин по имени Набунага решил атаковать противника хотя врагов было в 10 раз больше он знал что победит но солдаты его сомневались по дороге он остановился у синтаистской святыни и сказал своим людям после того как я навещу святыню я брошу монетку если выпадет орел мы победим если решка проиграем судьба держит нас в руках Набунага вошел в святыню и молча помолился выйдя он бросил монетку выпал орел его солдаты так рвались в бой что легко выиграли битву никто не может изменить судьбу сказал ему слуга после битвы конечно нет ответил Набунага показывая ему монетку у которой с обеих сторон был орел убийство Гадзан учил своих последователей те кто уступает против убийства и кто хочет сберечь жизнь всем сознательным существам правы прекрасно защищает даже животных и насекомых но что делать с теми кто разрушает благосостояние и экономику кто убивает время мы не должны смотреть на них сквозь пальцы тот же кто проповедует не будучи просветленным убивает буддизм под Кадзана однажды Кадзана попросили исполнить богослужение на похоронах провинциального помещика до тех пор он никогда не видел высокородных и знатных господ и поэтому очень нервничал когда церемония началась Кадзан весь взмок от волнения возвращаясь к церемонии Кадзан собрал своих учеников он признался что не достоин быть учителем что ему не хватает равного отношения к славе и безвестности которым он обладал в уединенном храме затем Кадзан сложил себе обязанности и стал учеником другого мастера Дзен через 8 лет он вернулся к своим бывшим ученикам просветленным украшение призрака одна молодая женщина заболела и была близка к смерти я так сильно люблю тебя сказала она своему мужу я не хочу покидать тебя не уходи от меня к другой женщине если ты это сделаешь я вернусь к тебе призраком и буду причинять тебе неприятности вскоре жена умерла в течение трех месяцев муж исполнял ее последнее желание а потом встретил другую женщину и полюбил ее они решили пожениться немедленно после обручения к бывшему мужу каждую ночь стал являться призрак укоряя его за то что он не сдержал слова призрак был слишком умен он точно пересказывал человеку что происходило между ним и его возлюбленной если бывший муж делал своей невесте подарок призрак подробно описывал его он даже повторял все их беседы и это так раздражало человека что он не мог спать кто-то посоветовал обратиться ему со своей бедой к дзенскому учителю жившему неподалеку от деревни в отчаянии бедняга отправился к нему за помощь твоя бывшая жена стала призраком и знает обо всем что ты делаешь подытожил учитель что бы ты ни делал не говорил что бы ты ни дарил своей возлюбленной она все знает должно быть это очень умный призрак ты должен восхищаться им когда твоя жена призрак появится в следующий раз поторгуйся с ним скажи что она знает о тебе так много что тебе не удастся ничего скрыть от нее и что если она ответит на один твой вопрос то ты обещаешь разорвать помолвку и остаться холостяком что же я должен спросить у нее сказал человек учитель ответил возьми полную горсть соевых бобов и попроси чтобы она точно сказала сколько бобов у тебя в руке если она не сможет ответить знай что она плод твоего воображения и никогда больше не будет беспокоить тебя на следующую ночь когда призрак появился человек приветливо встретил его и сказал что призрак знает обо всем конечно ответил призрак и я знаю что сегодня ты был у дзенского учителя если ты знаешь так много требовательно сказал человек скажи мне сколько бобов в этой руке больше перед ним не появилось ни одного призрака который бы ответил на этот вопрос Дети его величества ямаок спросил император я купил одежду детям вашего величества объяснил ямаок что ты делаешь что ты говоришь в нынешние лет пока кто-то кто-то и не обнаружил что настоящий мастер стремится передать это учение но даже и тогда естественно возникали случайности и учение развивалось по своим законам ни при каких обстоятельствах учитель не мог сказать Я последователь такого-то и того-то. Подобное заявление доказывало совсем обратное. У дзенского мастера Мунана был только один последователь. Звали его Сию. После того, как Сию закончил изучение дзен, Мунан позвал его к себе. Я стар, сказал он. И насколько мне известно, ты, Сию, единственный, кто может продолжить учение. Вот книга. Она передавалась от мастера к мастеру в течение семи поколений. Я тоже многое добавил к учению согласно своему пониманию. Это очень ценная книга, и я даю ее тебе, чтобы и у тебя были продолжатели. Если эта книга такая важная, пусть она лучше будет у тебя, ответил Сию. Я получил дзен от себя безо всяких книг и доволен тем, какой он есть. Я знаю это, сказал Мунан. Даже если это так, эта работа передавалась от мастера к мастеру в течение семи поколений, поэтому сбереги ее, как символ передачи учения. Вот. По случайности они разговаривали перед жаровней. Как только Сию ощутил книгу в своих руках, он швырнул ее в пылающие угли. Он не желал быть профессионалом. Мунан, который до сих пор не знал, что такое гнев, взревел. Что ты делаешь? Сию крикнул в ответ. Что ты говоришь? Одна нота дзен После того, как Кокуа посетил императора, он исчез, и никто не знает, что с ним стало. Он был первым японцем, изучившим дзен в Китае, но поскольку он ничего не показал и не рассказал другим, кроме одной ноты дзен, он не упоминается среди тех, кто принес дзен в эту страну. Кокуа побывал в Китае и принял истинное учение. Пока он был там, он не путешествовал. Постоянно находясь в медитации, он жил далеко в горах. Если же люди находили его и просили прочесть проповеди, говорил несколько слов и удалялся еще дальше в горы, где найти его было не так-то легко. Император услышал о Кокуа, когда тот вернулся в Японию и попросил его прочесть дзенскую проповедь. Кокуа стоял перед императором в молчании. Потом он извлек флейту из складок своей одежды и сыграл один короткий звук. Вежливо поклонившись, он удалился. Проглоченный упрек. Мастер нашел в своей миске голову змеи. Он потребовал к себе повара. Что это? Спросил он, держа в руке змеиную голову. Благодарю тебя, учитель, отвесил повар, взял кусок и быстро проглотил его. Самая ценная вещь в мире. С Созана, китайского мастера дзен, студент спросил, что всего ценнее в мире. Мастер ответил, голова мертвой кошки. Почему? Снова спросил студент. Созан ответил, потому что никто не сможет оценить ее. Как учились молчать? Ученики школы тендай учились медитацией еще до того, как дзен пришел в Японию. Четверо учеников, близкие друзья, обещали друг другу хранить молчание. Первый день молчали. Их медитация началась благоприятно. Но когда пришла ночь и керосиновые лампы стали совсем тусклыми, один из учеников не смог сдержаться и крикнул слуге. «Поправь эти лампы!» Второй ученик удивился, услышав, что первый заговорил. «Мы договорились не говорить ни слова», — заметил он. «Вы, болваны, чего вы разговариваете?» — спросил третий. «Один я молчу», — заключил четвертый. Высокородный болван. Два дзенских учителя, Дайгу и Гуду, были приглашены к господину. Когда они пришли, Гуду сказал господину. «Вы по натуре мудры и имеете врожденные способности к дзену». Чепуха, — сказал Дайгу. «Чего-то листишь этому болвану? Может, он и господин, но в дзен ничего не понимает». Господин построил храм Дайгу, а не Гуду, и стал изучать дзен под его руководством. Десять последователей. Дзенские ученики давали обет, что они хотят изучать дзен, даже если их учитель убьет их. Обычно они надрезали палец и скрепляли свое решение кровью. Со временем обет превратился в простую формальность, и по этой причине ученик, умерший от руки Экидо, стал выглядеть мучеником. Экидо был жестоким учителем. Его ученики боялись его. Один из них, на дежурстве отбивая удары, означающие время дня, пропустил удар, так как загляделся на красивую девушку, проходившую мимо ворот храма. В этот момент Экидо, который стоял за его спиной, ударил его палкой, и случайно этот удар оказался смертельным. Опекун учеников, услышав о случившемся, пошел прямо к Экидо. Зная, что тот не переносит упреков, он стал хвалить мастера за его суровое учение. Экидо вел себя так, как будто ученик был жив, и ничего не произошло. После этого под его руководством было создано более десяти просветленных последователей. Совершенно необычное число. Истинное преображение Рюнан посвятил свою жизнь изучению дзен. Однажды он услышал, что его племянник, несмотря на увещевание родственников, тратит деньги на куртизанок. Поскольку племянник занял место Рюнана в управлении семейным имуществом и благосостояние семьи оказалось в опасности, родственники обратились к Рюнану с просьбой что-то предпринять. Рюнан отправился в долгий путь, чтобы навестить племянника, которого он не видел много лет. Казалось, племянник рад был снова увидеть дядю и пригласил его остаться переночевать. Всю ночь Рюнан сидел в медитации. Когда утром он собрался уехать, он сказал юноше, «Я уже стар, руки мои дрожат. Не поможешь ли ты завязать мне шнурки на сандалиях?» Племянник охотно помог ему. «Спасибо», — сказал Рюнан. «Ты видишь, человек стареет и слабеет день ото дня. Береги себя». И Рюнан уехал, ни словом, не упомянув о куртизанках или жалобах родственников. Но с этого дня племянник прекратил беспутную и расточительную жизнь. Характер. Дзенский студент пришел к Банкэю и пожаловался. «Учитель, у меня неуправляемый характер. Как мне исправить его?» «У тебя что-то странное», — ответил Банкэй. «Позволь мне посмотреть, что у тебя». «Но я не могу показать его», — ответил ученик. «А когда ты сможешь показать его?» — спросил Банкэй. «Все происходит неожиданно», — ответил студент. «Тогда, — сделал вывод Банкэй, — это не может быть твоим характером. Если бы это был твой настоящий характер, ты бы сразу мог показать его мне. Когда ты родился, у тебя его не было, и твои родители не давали его тебе. Подумай об этом». Каменный разум Хоген, китайский мастер Дзен, жил один в маленьком храме в деревне. Однажды четыре странствующих монаха попросили его разрешить им разжечь костер и обогреться. Когда они устроили костер, Хоген услышал, что они спорят об объективности и субъективности. Он присоединился к ним и сказал. «Вот большой камень. Как вы считаете, находится он внутри или вне вашего сознания?» Один из монахов ответил. «С буддистской точки зрения всякая вещь является воплощением сознания. Так что, по-моему, камень находится внутри сознания». «Твоя голова должна быть очень тяжелая», — сказал Хоген. «Если ты таскаешь в своем сознании такие камни». Не привязывайся к праху Дзен Гецу, китайский мастер времен династии Тан, написал следующие советы своим ученикам. Живя в мире, не привязывайся к праху его. Таков путь настоящего ученика Дзен. Когда видишь, как другой совершает хорошее, поддержи его, следуя его примеру. Услышав об ошибках другого, старайся не превзойти его. Даже если ты один в темной комнате, будь таким, как перед лицом благороднейшего гостя. Выражай свои чувства, но не более, чем это свойственно твоей истинной природе. Бедность — твое сокровище. Не меняй его на легкую жизнь. Человек может выглядеть глупцом, но не быть им. Он может просто беречь свою мудрость. Добродетели — плоды самодисциплины. Они не падают с неба, как дождь или снег. Скромность — основа всех добродетелей. Пусть твои соседи откроют тебя до того, как ты сам откроешься им. Благородное сердце никогда не принуждает себя. Его слова, как редкостные жемчужины, они редко появляются, но имеют большую ценность. Для чистосердечного ученика каждый день счастливый. Время идет, но оно никогда не запаздывает. Ни слова, ни стыд не могут управлять им. Осуждай себя, а не другого. Не суди правого и виноватого. Некоторые вещи, хотя и верные, могут казаться неправильными какому-нибудь поколению. Так как цена правоты может быть установлена через многие века, нет нужды требовать немедленной оценки. Живи делом, а результаты оставь великому закону Вселенной. Истинное процветание Один богач попросил Сангая написать что-нибудь, чтобы процветание его семьи продолжалось от поколения к поколению. Сангай взял большой лист бумаги и написал Отец умер, сын умер, внук умер. Богач рассердился. Я просил тебя написать что-нибудь для счастья моей семьи. Зачем ты так шутишь? Я и не собирался шутить, объяснил Сенгей. Если твой сын умрет раньше тебя, это сильно огорчит тебя. Если твой внук умрет раньше сына, это разобьет вам сердца. Если в твоей семье от поколения к поколению будут умирать в том порядке, в котором я написал, это будет естественным ходом жизни. Я называю это истинным процветанием. Курильница Женщина из Нагасаки по имени Кейм была одной из нескольких мастерист, изготовляющих курильницы в Японии. Такие курильницы были произведением искусства и ставились только в чайных комнатах и перед семейными святынями. Кейм, которая унаследовала это искусство от отца, любила выпить. Кроме того, она курила и большую часть времени общала с мужчинами. Как только ей удавалось заработать немного денег, она устраивала праздник, приглашая художников, поэтов, плотников, рабочих, людей различных профессий и любителей развлечений. В их обществе она делала свои композиции. Кейм делала свои курильницы очень медленно, но когда работа была окончена, это была работа мастера. Ее курильницы хранились в домах, женщины которых никогда не курили и не пили, и не разговаривали свободно с мужчинами. Однажды мэр Нагасаки заказал Кейм курильницу для себя. Она все задерживала выполнение жаказа, пока не прошло полгода. В это время мэр, который по службе попал в отдаленный город, навестил ее. Он настоял на том, чтобы она начала работать над его курильницей. Наконец Кейм пришла в голову идея, и она сделала курильницу. После того, как курильница была закончена, она поставила ее на стол. Кейм долго и придирчиво смотрела на нее. Она выпила и покурила перед ней, как будто находилась в своей компании. Целый день Кейм смотрела на нее. Наконец, подняв молоток, Кейм разбила ее на мелкие куски. Она видела, что в курильнице нет того совершенства, которого требовал ее разум. Настоящее чудо Когда Банкэй читал проповедь в храме Рюмон, священник Синьсю, который верил в спасение через повторение имени Будды Люмон, позавидовал его большой аудитории и решил поспорить с ним. Банкэй дошел до середины беседы, когда появился священник. Но тот произвел столько беспорядка, что Банкэй прекратил проповедь и спросил о причине шума. Основатель нашей секты, хвастливо начал священник, обладал такой сверхъестественной властью, что стоя на одном берегу реки с кистью в руке, он мог через воздух написать все имя Амиды на листе бумаги, который держал его помощник на другом берегу реки. «Можешь ли ты совершить такое чудо?» Банкэй легко ответил. «Очень возможно, что ваша лиса могла проделывать такой трюк. Но это не в обычае дзен. Мое чудо в том, что если я голоден, я ем, а если я хочу пить, пью». Пора спать Гадзан сидел у кровати Тикисуна за три дня до смерти учителя. Тикисун уже выбрал его своим продолжателем. Храм недавно сгорел, и Гадзан торопился восстановить его. Тикисун спросил его, что ты собираешься делать, когда храм будет восстановлен? «Когда ты выздоровеешь, мы хотим, чтобы ты говорил здесь», – сказал Гадзан. «А если я не доживу до тех пор, тогда что?» «Тогда у нас будет кто-то другой», – ответил Гадзан. «А если вы никакого не найдете, тогда что?» – продолжал Тикисун. Гадзан громко ответил. «Не задавай такие глупые вопросы, пора спать». Ничто не существует Ямаоко Тесю, будучи молодым учеником дзен, посещал одного учителя за другим. Однажды он пришел к Докуону на Сококу, Желая показать свои знания, он сказал, «Разум, Будда, чувственное бытие, в конце концов, не существует. Истинная природа явлений – пустота. Не существует ни воплощения, ни заблуждений, ни мудрости, ни посредственности. Ничто нельзя дать, ничего нельзя взять». Докуон, который спокойно курил, ничего не сказал. Внезапно он сильно ударил Ямаоку бамбуковой трубкой. Юноша очень разозлился. «Если ничего не существует, – спросил Докуон, – откуда же эта злость?» «Кто не работает, не ест». Хайкудзё, китайский мастер дзен, обычно трудился вместе с учениками даже в возрасте 80 лет. Подстригал кусты в саду, расчищал дорожки и подрезал деревья. Ученики чувствовали себя виноватыми, видя, как старый учитель работает столь усердно. Но знали, что он не послушает их советов не работать. Поэтому они решили спрятать его инструменты. В этот день учитель не ел. На следующий день он тоже не ел, и на следующий тоже. «Наверное, он сердится, что мы спрятали его инструмент, – подумали ученики. Лучше вернем их». Когда они сделали это, учитель работал весь день и ел так же, как и раньше. Вечером он сказал им, кто не работает, тот не ест. Настоящие друзья Давным-давно в Китае жили два друга. Один из них искусно играл на арфе, другой искусно слушал. Когда первый играл и пел о горах, второй говорил, «Я вижу горы перед нами». Когда первый играл о воде, слушатель восклицал, «Я вижу бегущий поток». Но тот второй заболел и умер. Первый из друзей перерезал струны своей арфы и никогда больше не прикасался к ней. С этого времени обычай перерезать струны арфы является знаком настоящей дружбы. Время умереть Иккию, дзенский мастер, был очень умен, даже когда был еще мальчиком. У его учителя была драгоценная чаша для чая, редкая антикварная вещь. Случилось так, что Иккию разбил эту чашу и очень растерялся. Услышав шаги учителя, он спрятал осколки чашки за спину. Когда мастер вошел, Иккию спросил, «Почему люди умирают?» Это естественно, объяснил старик. «Все должно умереть, и особенно то, что уже долго жило». Иккию, показывая разбитую в дребезги чашку, добавил, «Вашей чашке настало время умереть». Живой Будда и Бачар Дзенские мастера давали персональные советы в уединенной комнате. Никто не заходил в нее, пока учитель и ученик находились там. Макураи, дзенский мастер в храме Кёнин в Киото, любил разговаривать с купцами, газетчиками, так же, как и с учениками. Один Бачар был почти неграмотным. Он задавал Макураи глупые вопросы, пил чай и уходил. Однажды, когда Бачар был в гостях, Макураи хотел побеседовать наедине с учеником, поэтому попросил Бачара подождать в другой комнате. «Я знаю, ты живой Будда», – сказал Бачар, «но даже каменный Будда никогда не отказывает людям, пришедшим вместе, даже если их много. Почему же я должен уйти?» Макураи пришлось выйти, чтобы увидеться с учеником. Три вида учеников Дзенский мастер по имени Геттан жил в последней части эры Токугава. Он говорил, существует три вида учеников – те, кто передают дзен другим, те, кто поддерживают храмы и святыни, а также существуют сумки для риса и вешалки для одежды. Гадзан высказывал ту же мысль. Когда он учился у Текесуна, его учитель был очень суров, иногда он даже бил учеников. Другие ученики не хотели переносить такое учение и уходили. Гадзан же остался, говоря, плохой ученик использует влияние учителя, средний ученик восхищается добротой учителя, хороший ученик растет сильным под давлением дисциплины учителя. Как написать китайское стихотворение Хорошо известного японского поэта спросили, как написать китайское стихотворение. Обычно китайское стихотворение состоит из четырех строк, объяснил он. Первая строка содержит начальную фазу, вторая – продолжение этой фазы, третья – отворачивается от нее и начинает новую фазу, четвертая – объединяет все три. Это иллюстрирует популярная японская песенка. Две дочери торговца шелком жили в Киото. Старшей было 20, младшей – 18. Солдат может сразить мечом, а эти девушки – своими глазами. Дзенский диалог Дзенские учителя обучали своих молодых учеников самовыражаться. В двух дзенских храмах было по ученику ребенку. Один, идя каждое утро за овощами, встречал на пути другого. «Куда ты идешь?» – спросил как-то один. «Иду, куда ноги несут», – ответил другой. Этот ответ изумил первого, и он обратился к своему учителю за помощью. «Завтра, – сказал учитель, – когда ты встретишь этого мальчика, задай ему тот же вопрос. Он ответит тебе так же. И тогда ты спроси, а если бы у тебя не было ног, куда бы ты шел?» Это поставит его в затруднительное положение. На следующее утро дети снова встретились. «Куда ты идешь?» – спросил первый. «Куда ветер дует?» – ответил второй. Это снова привело в замышательство первого ученика, и он снова обратился к учителю. «Спроси его, куда бы он пошел, если бы не было ветра?» – предложил ему учитель. На следующий день дети встретились в третий раз. «Куда ты идешь?» – спросил первый. «На рынок за овощами!» – ответил второй. «Последний щелчок». Танген с детства учился у Сингайи. Когда ему исполнилось 20 лет, ему захотелось оставить своего учителя и посетить других учителей, чтобы сравнить обучение, но Сингайи не позволил ему сделать это. Каждый раз, когда Танген просил об этом, Сингайи щелкал его по лбу. Наконец, Танген попросил своего старого брата уговорить Сингайи дать разрешение. Брат выполнил просьбу и сказал Тангену, «Все улажено. Я договорился, что ты отправляешься немедленно в паломничество». Танген пошел к Сингайи поблагодарить за разрешение. Мастер в ответ щелкнул его по лбу. Когда Танген рассказал об этом старшему брату, тот сказал, «В чем же дело?» Сингайи нечего делать, если он сначала дает разрешение, а потом передумывает. «Пойду поговорю с ним». И он отправился к учителю. «Я вовсе не изменил решение», сказал Сингайи. «Просто мне захотелось в последний раз щелкнуть его, потому что, когда он вернется, он будет просветленным, и мне нельзя уже будет выговаривать ему». Испытание рапиры Бандзё Матаюра Ягью был сыном известного фехтовальщика. Его отец, поняв, что сын работает слишком посредственно, чтобы ожидать от него мастерства, отрекся от него. Тогда Матаюра отправился на гору Футара, и здесь нашел знаменитого фехтовальщика Бандзё. Но Бандзё подтвердил мнение отца. «Ты хочешь научиться искусству фехтования под моим руководством?» спросил Бандзё. «Ты не удовлетворяешь моим требованиям». «Но если я буду очень стараться, за сколько лет я смогу стать мастером?» настаивал юноша. «Тебе понадобится остаток твоей жизни», ответил Бандзё. «Я не могу ждать так долго», объяснил Матаюра. «Я согласен трудиться день и ночь, если ты только согласишься учить меня. Если я стану твоим доверенным слугой, сколько это займет времени?» «О, может быть, лет десять», смягчился Бандзё. «Мой отец стар, и скоро мне придется заботиться о нем», продолжал Матаюра. «Если я буду трудиться еще больше, сколько это займет времени?» «О, может быть, лет тридцать», сказал Бандзё. «Как же так?» спросил Матаюра. «Сначала ты сказал десять, а теперь и тридцать. Я готов перенести любое учение, лишь бы научиться этому мастерству в кратчайший срок». «В таком случае», сказал Бандзё, «Ты должен оставаться у меня семьдесят лет. Человек, который так спешит добиться результата, редко учится быстро». «Хорошо», заявил юноша, поняв, наконец, что его обрекнули в невыдержанности. «Я согласен». Мастер предложил Матаюра никогда не заговаривать о фехтовании и не прикасаться к рапире. Он готовил еду учителю, мыл посуду, стелил ему постель, подметал двор, ухаживал за садом и ни словом не упоминал об искусстве фехтования. Прошло три года, Матаюра все еще работал. Думая о своем будущем, он становился печальнее. Он еще даже и не начинал учиться искусству, которому посвятил свою жизнь. Но однажды, Бандзё подкрался к нему сзади и ужасно сильно ударил его деревянной рапирой. На следующий день, когда Матаюра варил рис, Бандзё опять неожиданно напал на него. После этого, днем и ночью, Матаюра должен был быть готовым к защите от неожиданных ударов. Не проходило ни одной минуты, чтобы он не думал о нападении рапиры Бандзё. Он учился так быстро, что вызывал улыбку на лице своего учителя. Матаюра стал величайшим фехтовальщиком страны. Дзен и кочерга Хакуин любил рассказывать своим ученикам об одной старухе, владелице чайной, хваляя ее за понимание Дзен. Ученики отказывались верить его рассказу и решили сами сходить в чайную и проверить его слова. Когда женщина увидела их, она сразу смогла определить, пришли ли они попить чаю или посмотреть, как она владеет Дзен. В первом случае, она любезно обслужила их, во втором пригласила учеников зайти за ширму. Как только они зашли, она начала лупить их кочергой. 9 из 10 учеников не смогли убежать от нее. Дзен рассказчика историй Энтё был знаменитым рассказчиком. Его истории о любви волновали слушателей. Когда он рассказывал о войне, слушателям казалось, что они сами побывали на поле битвы. Однажды Энтё встретил Ямаоку Тесю, человека, который почти овладел мастерством Дзен. Я знаю, сказал Ямаоко, что ты самый лучший рассказчик в нашей стране и что ты можешь заставить людей плакать и смеяться. Расскажи мне мою любимую историю о персиковом мальчике. Когда я был малышом, я обычно спал с матерью и она часто рассказывала мне эту сказку. Где-то в середине истории я засыпал. Расскажи мне сказку так, как мне рассказывала ее моя мать. Энтё не отважился сразу приняться за дело. Он попросил дать ему время на то, чтобы изучить эту историю. Через несколько месяцев он пришел к Ямаоке и сказал, пожалуйста, предоставь мне возможность рассказать тебе эту историю. В любой другой день, ответил Ямаоко, Энтё был разочарован. Он продолжал изучать сказку и снова попытался рассказать ее. Ямаоко много раз отвергал его. Как только Энтё начинал рассказывать, Ямаоко останавливал его, говоря, «Нет, ты еще не любишь мою мать». Пять лет ушло у Энтё на то, чтобы рассказать эту легенду Ямаоке так, как рассказывала ее мать. Так Ямаоко передал Дзен Энтё. Ночная прогулка. Дзенский мастер Сингая учил медитации учеников. Один из них имел обыкновение ночью перелезать через стену храма и уходить в город искать развлечений. Однажды, осматривая спальню, Сингая обнаружил отсутствие этого ученика, а также нашел высокий табурет, который тот подставлял, чтобы перелазить через стену. Сингая отодвинул табурет и стал на его место. Когда бродяга вернулся, не подозревая, что вместо табурета стоит Сингая, он поставил ноги на голову учителя и спрыгнул на землю. Когда ученик увидел, что он сделал, он был ошеломлен. Сингая сказал, рано утром очень прохладно, не подхвати простуду. С тех пор ученик никогда больше не уходил в ночь. Письмо умирающему Басио написал следующее письмо одному из своих учеников, который был близок к смерти. Сущность твоего разума не была рождена и поэтому никогда не умрет. То, что тленно, не жизнь. Пустота это не вакуум. У нее нет света, нет формы. Она не получает наслаждения от удовольствия и не страдает от боли. Я знаю, ты очень болен. Как хороший дзенский студент ты мужественно встречаешь эту болезнь. Ты не можешь точно сказать, кто страдает, но спроси себя, что является сущностью этого разума. Думай только над этим. Больше тебе ничего не надо. Не делай ничего. Твой конец, который не имеет конца, похож на хлопья снега, тающего в чистом воздухе. Капля воды. Дзенский мастер Гидзан попросил молодого студента принести ведро чистой воды, чтобы охладить его бассейн. Студент принес воду и после того, как вода в бассейне охладилась, выплеснул остатки воды на землю. Болван обругал его мастер. Почему ты не вылил воду под деревья? Какое ты имеешь право тратить даром хоть каплю воды в этом храме? Молодой студент получил дзен в этом упреке. Он сменил свое имя на тикусуи, что означает капля воды. Обучение основному. Давным-давно в Японии были в ходу фонари из бумаги и бамбука со светильником внутри. Одному слепцу, который вечером навестил своего друга, предложили взять в обратный путь такой фонарь. Мне не нужен фонарь, ответил он. Свет или тьма для меня одно. Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы найти дорогу, ответил друг, но если у тебя его не будет, кто-нибудь может наткнуться на тебя, так что возьми его. Слепой отправился в дорогу с фонарем и не успел еще далеко отойти от дома, как кто-то налетел на него. Смотри, куда идешь, воскликнул он прохожему. Разве ты не видишь фонаря? Твой светильник давно погас, братец, ответил прохожий. Беспривязанности Китана Галеко Аббату из храма Эйхей было 92 года, когда в 1933 году он умер. Всю жизнь он старался прожить без привязанностей. Странствующим нищим, когда ему было 20 лет, он встретился с путником курящим табак. Они вместе шли по горной дороге, а затем остановились отдохнуть под деревом. Путник предложил Китана закурить, и тот согласился, так как был голоден. Как приятно курить, заметил он. Путник дал ему лишнюю трубку и табак, и они закурили вместе. Китана почувствовал, такое удовольствие может разрушить медитацию, пока это не зашло далеко, надо остановиться, и он выбросил трубку и табак. Когда ему было 23, он изучал Идзин, мудрейшую доктрину о вселенной. Была зима, и ему нужна была теплая одежда. Он написал об этом своему учителю, который жил за сотни миль от него, и отдал письмо для передачи Путнику. Прошла почти вся зима, но он не получил ни ответа, ни одежды. Тогда Китана прибег к предсказаниям Идзин, которая также учила искусство гадания, чтобы определить, было ли доставлено письмо. Он обнаружил, что письмо его затерялось. В полученном вскоре письме от учителя не было никаких упоминаний об одежде. Если я стану заниматься предсказаниями Поэдзин, может пострадать моя медитация, почувствовал Китана. Он отказался от этого удивительного учения и никогда больше не прибегал к его мощи. Когда ему было 28, он начал изучать китайскую каллиграфию и поэзию. Он быстро совершенствовался и стал так искусен в этих областях, что его учитель гордился им. Китана задумался, если я не остановлюсь, я стану поэтом, а не учителем дзен. И он никогда больше не написал ни одного стихотворения. Уксус Тосуи Тосуи был дзенским мастером. Он отказался от формализма храмов и ушел жить вместе с нищими под мостом. Когда он стал стариком, его друг помог зарабатывать ему на жизнь, не нищенствуя. Он показал Тосуи, как собирать рис и делать из него уксус. И Тосуи занимался этим до самой смерти. Когда Тосуи делал уксус, один из нищих дал ему портрет Будды. Тосуи повесил его на стенку лачуги и сделал на ней надпись. Надпись гласила «Господин Амида Будда, эта маленькая комната очень узка. Я могу позволить вам остаться здесь на время, но не думайте, что я прошу вас помочь мне оказаться в вашем раю». Молчащий храм Сёнти был одноглазым учителем дзен воодушевленным просветлением. Он учил своих учеников в храме Тофуку. День и ночь весь храм был погружен в молчание. Не слышно было ни звука. Даже чтение сутр было упротнено учителем. Его ученики не занимались ничем, кроме медитации. Когда мастер умер, старые соседи услышали звонки и чтение сутр. Они сразу поняли, что Сёнти умер. Дзен Будды Будда сказал, «Я считаю королей и правителей пылинками праха. Я смотрю на сокровище золото и жемчуг, как на кирпич и гальку. Я смотрю на лучшие шелковые одежды, как нарваные лохмотья. Я вижу мириады миров вселенной, как маленькие зернышки, а самое большое озеро в Индии, как капельку масла на моей ноге. Я понимаю, что учение о мире – это иллюзия фокусников. Я различаю высшие понятия освобождения, как золотую ткань во сне и смотрю на святую дорогу среди священных дорог, как на цветы перед глазами. Я вижу суждения о верном и неверном, как на коварный танец дракона, а на зарождение и гибель убеждений, как на слезы, оставляемые четырьмя временами. Субтитры